Аплодисменты Постараюсь в течение отведенных мне 15 минут рассказать вам, как мы реально можем применить виртуальную реальность для реального производства. Тема доклада «Увидеть реальность». Что такое увидеть реальность? Зачастую увидеть реальность невозможно. Ну, как пример. Атомный энергоблок. Дело в том, что мы работаем с предприятием реального сектора экономики. Это гидро, тепло, электро, атомная энергетика. Это предприятие нефтегазодобывающее, перерабатывающее. Вот предприятие сложное. Атомный энергоблок. Сердце атомного энергоблока – ядерный реактор. В ядерном реакторе высокие дозовые нагрузки. Он находится в гермообъеме, туда никто никогда не заглядывал. Зачастую нужно принимать технические решения по ликвидации каких-то, может быть, аварийных, чрезвычайных ситуаций, аварий. Для этого существует 3D-модель, которая может быть использована. И в рамках, например, примеров российской практики у меня вообще доклад немножко пересекается с докладом Александра из Америки. Но я буду делать акценты на том, что то, что я сегодня рассказываю, это все применяется в России. Узнать, что происходит сейчас. Нам необходимо знать, мы не можем быть в разных местах, нам надо предоставить информацию адекватную, актуальную, достоверную и наглядную. Если говорить о вопросе принятия управленческих решений, то чем выше находится человек в иерархии с точки зрения принятия решения, тем более консолидированно, тем более наглядно ему нужно представлять информацию, потому что его время весьма дорого. Его время настолько дорого, что стоит потратить силы и средства для того, чтобы эту информацию представить в удобной для него форме. Рассмотреть все грани объекта, разные специальности, разные дисциплины. И виртуальная реальность позволяет взглянуть на объект в целом в рамках коллективного обсуждения, увидеть взаимосвязи, взаимоотношения между различными объектами и объединить профессионалов в единую информационную среду. Консолидация и визуализация разносторонней информации об объекте – это есть цель и задача виртуальной реальности. Как варианты, здесь приведены отдельные выдержки из возможности представления визуальной и наглядной информации. Это и геоинформационные системы, это информационные модели, сферические панорамы и немножко затрону аппаратную составляющую. В целом мы, систематизируя данные, определили, что у нас есть две модели. Первая модель – это из модели в реальности. Это моделирование, когда мы должны промоделировать какую-то чрезвычайную ситуацию, возможно, которая никогда не произойдет. Это атомный взрыв или разлив нефти. Понятно, что моделировать физически мы это не можем, мы это моделируем на уровне математической модели. И из реальности модели – это обратно, это фидбэк, это отдача от реального объекта, это мониторинг информации об объекте. В рамках своего доклада я покажу несколько примеров из российской практики. Ну, допустим, геоинформатика. Начнем от 2D к 3D, так поднимаясь немножко иерархически. С точки зрения геоинформатики, конечно, если 10 лет назад это были достаточно сложные технологии, и гид-специалисты – это какие-то были гуру, которых мало кто понимал. Сегодня геоинформатика вошла в нашу жизнь. Спасибо компании Google. Все пользуются Google Maps. Есть на Яндеке специальные ресурсы. И каждый из нас, если особенно он автолюбитель, он использует такие ресурсы, как Яндекс.Прописки, чтобы определить кратчайшие маршруты. В первую очередь, что такое геоинформатика? Геоинформатика – это объединение картографии с тематическими характеристиками, которые мы храним в базе данных, по которым можем делать пространственные запросы, строить тематические карты, различные представления. В данном случае, если мы рассматриваем, например, срез органов управления госвласти, когда нужно принимать решения, и у нас есть территории, за которые мы отвечаем, мы должны знать развитие этих территорий, мы должны знать информацию, связанную с этими территориями. Но вообще, на самом деле, с любой территорией, с Россией в целом, связано огромное количество таких массивов данных, что нам даже нельзя это представить и обозреть. Одна из стандартных форм – это табличная форма представления. Мы можем представлять регионы в части консолидированных бюджетов, доходов, расходов, в части населения, в части социальной, экономической политики, различные другие характеристики. Их сотни, тысячи и десятки тысяч. Ни один руководитель не в состоянии это воспринять с точки зрения больших массивов просто данных. Ну, если семь пядей во лбу, то, наверное. Что делает ГИС? ГИС объединяет данные картографии с данными, которые хранятся в базе данных, и позволяет наглядным образом визуально вывести на карту различные схематические схемы, которые более наглядно представляют либо в виде круговых диаграмм, либо в виде гистограмм, либо в виде раскраски, те наборы характеристик, которые ежедневно, еженедельно мониторятся по территории России. И в соответствии с этим очень наглядно видеть по региону соотношение, ну, в данном случае это бюджеты, реальные бюджеты доходов-расходов по субъектам Российской Федерации. Наглядно видеть как общие объемы, так и соотношения в доходах-расходах. Это, например, стоимость квадратного метра жилья в различных регионах. Если кому-то интересно, можно посмотреть, вот сколько там в Рязани стоимость квадратного метра стоит. ГИС сейчас достаточно плотно и мощно используется. Сейчас ГИС уже вошло в нашу практику, это уже на уровне бытовом. На сегодняшний день это используется и в нефтегазодобывающих холдингах, это используется и в органах государственной власти. Это один еще пример тематической раскраски, заливки различными цветами в зависимости от характеристики, параметров. Следующая форма представления выше уровня 2D это 3D представление. Но 3D в более широком понимании это все-таки информационная модель. Парадигма трехмерного проектирования достаточно давно зародилась, в начале 90-х годов и на сегодняшний день осознанно и воспринято в любом проектном институте, в том числе и в нашей стране. На сегодняшний день это уже дошло до уровня 6D, то, что используется на практике. Здесь конкретно приведен пример информационной модели атомного энергоблока ВВРТОИ. это информационно насыщенная модель, за которой есть информация за каждым объектом. По каждому объекту мы можем получить либо технологические схемы, чертежи, различные другие технические характеристики и параметры, и визуальным образом получить эти данные через механизм визуального доступа в электронный архив. То есть любой объект выбирается в объекте, соответственно отбирается тот набор информации. Информационная модель есть основа для дальнейшего развития этой технологии и использования в дальнейшем. Например, очень много широкий класс задач связанных с использованием трехмерных моделей, например, моделирование хода строительно-монтажных работ. Моделирование хода строительно-монтажных работ задача весьма важная для России в целом. Уровень развития нашей страны в области информационной технологии, принесенной на реальный сектор экономики, он чрезвычайно низкий. Вы знаете, я не хочу сказать, что он и в мире высокий, но мы познакомились с западными практиками, там есть тоже куда стремиться. Когда строится объект, существуют специальные системы трехмерного моделирования, календарно-ресурсного планирования, когда мы можем обеспечить связь с календарными планами, графиками строительства, ход строительно-монтажных работ и возведения самих объектов. При этом это не просто картинки, это живая информационная модель, за которой есть информация, которая может задавать пространственные запросы по поиску информации, которой можно получать соответствующую информацию, указав на объект, и которая визуальным образом моделирует и визуализирует на карте, на трехмерном генплане предприятия ход строительно-монтажных работ различными цветами, раскрашивая ту или иную ситуацию на площадке. Отставание от графика, опережение. С чем связано отставание, никто не знает. Вопрос все равно касается уже принятия решения. На таких подобных моделях гораздо удобнее принимать решения, потому что связь именно различных форм дисциплин, потому что с чем связано отставание. То ли у нас подрядчик подвел, не поставил вовремя какое-то оборудование, то ли это связано с технической проблемой, смонтировали обслуживающую площадку, забыли емкость, или уже вызвали перекрытие стены, ее какое-то крупногабаритное оборудование не проходит в помещение. Поэтому нужно принять управленческое решение, вынести оконный проем, дверной, занести туда. Для этого служат такие механизмы, когда вы очень наглядно, не выезжая на площадку, удаленным способом, виртуальным способом, погружаясь в этот виртуальный мир реальности, получаете всю необходимую информацию для принятия решения. Также используются виртуальные модели для моделирования аварийных ситуаций. Это то, чего мы не хотели бы, чтобы когда-то случилось, например, аварии на атомных станциях, то, что наша страна когда-то перенесла. В настоящее время такие методы, такие формы возможны через призму только виртуальных моделей, через призму моделирования и принятия решения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, по адекватной оценке ситуации, развертыванию силы средств силами МЧС. Вот только на таких моделях можно произвести. Это мы никогда не увидим, надеюсь. Ну и последнее, о чем бы хотел сказать, тоже упомянуты уже augmented reality. Это расширенная или дополненная реакция. Мне больше нравится расширенная реальность. Вот здесь, например, на слайде приведена с одной стороны трехмерная информационная модель слева, а справа у нас реальная сферическая панорама. К сожалению, технические средства данной конференции не позволяют показать эти информационные модели в реалии, когда полностью существует виртуальная реальность, когда информационная трехмерная модель совмещена со сферической панорамой. И мы можем посмотреть, это у нас как спроектировано, это у нас как построено S-билд, так называемый. Это вопросы и авторского надзора, это вопросы контроля технического состояния самого объекта. И вот такие вот средства. Здесь приведен Газпромовский пример, как объект. На сегодняшний день уже используется в России. И виртуальная реальность реально помогает нам поднять уровень и конкурентоспособность нашего бизнеса. Один из моментов, который тоже хотел бы обратить внимание, это специальное устройство. Это уже не программное обеспечение, это то, на чем мы можем демонстрировать виртуальную реальность, то, с помощью чего мы можем управлять виртуальной реальностью. Ну вот в свое время у нас появились проекторы, там, не знаю, 90-е годы, наверное, да, широко очень применяются в рамках обсуждения вопросов каких-то, когда специалисты разных дисциплин могут собраться в одной комнате, это все переросло в некую концепцию ситуационных центров, ситуационно-кризисных центров, кризисных центров, их сейчас в нашей стране как грибы растут. Вот один из механизмов другой. Ну, у нас там проектор заменили широкоформатные экраны, жидко-кристаллические, плазменные экраны. У нас вот iPhone научил, то есть сенсорные устройства управления. Спасибо компании Apple. Вот здесь представлена модель устройства, которая позволяет навигировать информацию на основе широкоформатного экрана, оснащенного сенсорной рамой управления, и получать доступ к информации с помощью жестов рук, ну, основанных на касании пальцев. То есть это до 10 касаний возможна обработка. Чем это гораздо лучше и эффективнее метода даже ситуационного зала, где мы сидим вот в рамках презентации, вы сидите, я стою, я рассказываю, вы не можете вмешаться в мою презентацию. Здесь идея такова, что вокруг этого сенсорного стола, он, видите, трансформер, то есть может подниматься, сидя можно работать в фуршетном варианте 90 сантиметров, люди могут собраться и действительно реально обсудить вопрос интерактивно, вмешиваясь друг другу, передавая управление этой информацией, принимая на основе этого решения. То есть здесь гораздо большая интерактивность и вовлеченность конкретного человека в процесс управления и принятия решений. На этом я хотел бы закончить свой доклад. Единственное, что хотел бы ответить, конечно, что мы все эти виртуализации, виртуальные модели, виртуальные пространства для реального сектора экономики это сегодняшняя реальность. Это делается для того, чтобы помочь нашему бизнесу, чтобы помочь сделать его более эффективным, чтобы обеспечить сохранность и жизнь людей зачастую. Поэтому будущее, я считаю, действительно за виртуализацией промышленных и социальных процессов. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ